Привет! Сегодня я продолжаю видео детали месяца, а точнее детали мая и июня, и сегодня я расскажу о том, что я больше всего любила из косметики и чем чаще всего пользовалась. И первая вещь, о которой я хотела бы рассказать, это кушон от Lancome. И почему-то все говорят кушен, как будто кушать, но мне больше нравится кушон такой на французский манер. Вот так он выглядит, у него тут есть кнопочка, открываете, тут губка, видно, что она уже достаточно поюзанная, и тут сам продукт. Мне очень нравится формат, что можно поправить макияж в течение дня. Это незаменимая штука для лета, потому что он отлично выравнивает тон, кожа смотрится здоровой, сияющей, плюс у него SPF 23, и если вы не хотите ходить с маской на лице и не хотите сгореть, вот это отличная вещь. Я обычно пользуюсь им, делаю брови и все. Мой ежедневный макияж летом. Мне он очень нравится. Да, он дороговат на самом деле, как если так подумать, но я его покупала со скидкой, по-моему, в 50%. Поэтому отличная цена. Следующая вещь это бронзер, который вы уже видели не один раз в моих видео. Это баттер бронзер от Physicians Formula. И я его обожаю. Мне нравится запах, мне нравится, что он не сильно пигментированный, мне нравится, что его можно наслаивать. Я не знаю, что мне не нравится эта упаковка, но это можно пережить. Запах великолепный. Я вот из-за него даже пиноколаду пару раз заказывала. Супер вещь. Летом меня больше всего привлекает ровный тон кожи, брови выделенные и главное сияние. И что может сделать кожу более сияющей, чем хайлайтер? Это мой любимый хайлайтер от The Balm, и я им очень-очень-очень-очень-очень много пользовалась. Обожаю этот хайлайтер. Он дает такое деликатное свечение на коже. Его, конечно, можно наслоить, чтобы там был такой прям пигмент, но так, если его наносить легкой рукой, он очень красиво смотрится на кожу, даже так естественно. Очень я его люблю, отличный хайлайтер. Как я сказала, мне нравится ровный тон кожи, сияние кожи и брови. Брови. Хотела бы начать с своего любимого карандаша, который... Закончился. Это карандаш от NYX Micro. У меня оттенок Ash Brown 05. Мне нравится, что с помощью него можно нарисовать очень тонкие маленькие волоски. Он у меня уже закончился, но я все равно им пользуюсь. Пользуюсь я щеточкой, которая на другом конце карандаша. Обычная щеточка, просто очень удобно, что она тут есть. Раньше я использовала только этот карандаш, но сейчас у меня появилась помада для бровей, и я думаю, с помадой для бровей он будет создавать просто идеальные естественные брови. Следующая у меня это помада для бровей от Benefit, и да, видно, что у меня это не полноразмерный продукт, а миниатюра, которую мне дали бесплатно. Тут вот ее совсем вот, вот, вот столичка очень мало. Плюс тут есть кисть, очень удобная, я в принципе только ей и пользуюсь. Помада для бровей моя любовь. Я, конечно, еще учусь пользоваться ей, но я думаю, у меня неплохо получается. По крайней мере, мне нравится. Следующий это гель для бровей, и у меня дико бюджетный вариант, он стоит, там, 150 рублей, по-моему. Это вот такой гель для бровей и для ресниц. Но для ресниц я не знаю, зачем его использовать. Я его использую как гель для бровей. Видно, да, что он такой уже грязный-грязный. И мне вот это вот очень не нравится, то, что вот видно вот все. У меня был гель для бровей от NYX, у меня был гель для бровей от Анастасии Беверли Хиллз. NYX отличный-отличный гель, но почему-то я решила купить еще более бюджетный вариант. От Анастасии Беверли Хиллз мне не понравился гель вообще. Просто потому, что он склеивает, то есть он вот держит брови, вот прям держит. И мне не нравится вот это ощущение чего-то лишнего на моих бровях. Ощущение клея, как будто у вас брови стали пластмассовые. Жуть. Мне такой эффект не нужен, потому что у меня, в принципе, волоски на бровях лежат. Этот не очень держит прям волоски. Но мне он нужен просто как финальный штрих, я укладываю брови, и все, на протяжении всего дня у меня ничего с ним не случается. Но если вам нужен прям такой склеивающий эффект, то присмотритесь к Анастасии Беверли Хиллз. Мне он абсолютно не понравился, потому что мне просто такой эффект склеивания не нужен. Следующая это тушь. У меня тушь от Tarte, и я ее купила просто пальцем в небо, потому что обзоров на нее практически не было. И я думаю, ну окей, ладно, куплю. Посмотрим, как она будет работать. Для меня эта тушь хорошая, и странно, знаете, субъективное разделение, хорошее, нехорошее, поэтому я поясню. Для меня хорошая тушь, когда она делает ресницы длинными, когда она ресницы не склеивает, и когда она не течет. То есть, когда она не течет после того, как на нее попадает вода. Как я и говорила, у меня была тушь от Urban Decay, слава богу, пробник. И вот, когда я шла под дождем, по-моему, или я не помню, как так произошло, что она у меня потекла. Вот прям вот, вот так. То есть, я действительно была пандой. Мне вот это совершенно не нужно, потому что я хочу быть уверена в том, что я утром накрасила глаза, и до вечера с ней ничего не будет. Эта тушь хорошая, она делает ресницы мега длинными, притом ее можно наслаивать, и у вас не получится вот эти вот паучьи лапки. Так что, отличная тушь, мне она очень нравится. Следующее, что хотела бы я показать, это палетки теней. У меня их в этом видео будет две, и начать бы я хотела со своей любимой. Со своей любимой из всей моей коллекции теней. А она у меня не маленькая. Это палетка Modern Renaissance от Anastasia Beverly Hills. У меня она в таком идеальном состоянии, при том, что я ее пользуюсь достаточно часто, просто потому, что я все время храню ее в коробке. И без коробки никуда ее не вожу. Потому что мне не нравится, когда вот видео показывают такие заляпанные палетки. Мне просто не нравится, когда у меня что-то из того, что я люблю, в не очень таком презентабельном виде. Я уже вам показывала ее раньше, я даже снимала с ней видео, которое называется «Три макияжа с одной палеткой». Но вот еще раз она выглядит вот так. Я ей пользуюсь практически каждый день. И мне она очень нравится, я ей безумно довольна. Я ее беру с собой все время в поездки. Если я куда-то еду, это обязательно она. С ней у меня получались самые красивые и простые макияжи. То есть я беру, например, два или три цвета, вот так вот двумя движениями их тушую, и я готова. Просто две минуты, и у меня идеальный макияж на каждый день или на выход. Я обожаю эту палетку, и из того, что я пробовала, это лучшие тени. Следующая палетка, которую я хотела бы вам рассказать, это вот такая сборная палетка с тенями Makeup Geek. Сначала я хотела бы поговорить про организацию теней, потому что их я покупала отдельными рефилами, и потом уже сама составила вот эту палетку. Сначала я составляла по рядам. Например, вот здесь у меня были нейтральные оттенки, вот здесь такие красноватые и фиолетовые, и вот здесь уже зеленоватый и синий. Но потом я поняла, что меня вот такое расположение рефилов абсолютно не вдохновляет. И я начала переставлять их в поисках своего идеального сочетания. И вот оно. Мне нравится, что они сочетаются вот так по три. Потом они сочетаются вот так по три. Потом они сочетаются квадратиками. Любое возьмите, они будут сочетаться вместе. Я посмотрела на это все и думаю, вау, Марина, ты классно организуешь палетки. Как вы можете заметить, в этой палетке очень много синих и зеленых оттенков, и этому есть две причины. Во-первых, подобные цвета подчеркивают карие глаза. А во-вторых, я не могла найти отдельную палетку, в которой синие и зеленые оттенки будут главными. То есть, в которой их будет большинство. А я хотела очень много зеленых и синих цветов. Поэтому я решила, что раз мне нравится качество теней Makeup Geek, и у меня есть возможность составить вот такую собственную яркую, крутую палетку, почему бы этого не сделать? Вот такая вот история. Мне очень нравится качество теней Makeup Geek. И в скором времени я сниму отдельное видео про эту палетку со сводчами, со всеми названиями, и расскажу больше о тенях Makeup Geek. Следующее, о чем хотела рассказать, это то, чем я пользуюсь каждый день, когда на улице солнце. Это сияющий бальзам для тела от Benefit. Называется он ботина. Ботина, я думаю. Эта вещь спасает, когда вы еще не успели загореть, но при этом хотите надеть юбку и выглядеть прекрасно. Я ей действительно пользуюсь каждый день, когда вот хорошая погода, и мне хочется, чтобы мои ноги выглядели ухоженными и красивыми, без колготок. Супер вещь. Особенно хочется отметить коробочку. И вот тут такая губка, которой очень удобно наносить этот бальзам. Я думаю, я ей буду пользоваться в ближайшие несколько лет, потому что я смотрела обзоры на эту штуку, прежде чем ее купить. И там люди пользовались ей 2-3 года спокойно, она не портилась, и там даже не было видно дна. Вау! Я думаю, буду пользоваться в ближайшие несколько лет и радоваться жизни. Если вы хотели что-то подобное, то поторопитесь, потому что ее сняли с продажи. Это прям вот обидно, обидно, обидно. Вот эти коробочки, которые представлены в Эльдебате, если они еще там остались, потому что я брала у себя в Эльдебате предпоследнюю такую коробочку. Все в ней хорошо. Единственный минус — это цена. Она стоит около 2000, но учитывая расход и учитывая эффект, я ни в коем случае не жалею о том, что я ее купила. Для лета, для меня, теперь must-have. Следующее — это мой любимый лак, а точнее мой любимый цвет на лето. Это вот такой вот голубой лак от Rimmel. Я обожаю этот лак. Во-первых, то, что он... Тут написано, что он сохнет за 60 секунд. Это действительно так, он полностью высыхает за 60 секунд. А мне это очень нравится в лаках. Мало того, что он очень долго держится, мне очень нравится цвет, и мне очень нравится, что он действительно очень быстро сох. Еще один его плюс — он недорогой. По-моему, он стоит меньше 100 рублей или чуть больше. Я не помню, я покупала его, наверное, год назад уже. Следующее — это также незаменимая штука для меня летом. Это матирующие салфетки от NYX. Вот они такие сереневатые. И для людей, у которых жирная кожа, это абсолютный must-have. Я думаю, не только на лето, а вообще. Эти салфетки отлично убирают лишний блеск с лица и при этом не стирают макияж. Тут в пачке 100 штук. У меня осталось примерно 10. Я ими пользуюсь уже больше года. Очень экономно расходуются. Обожаю эти салфетки и летом пользуюсь ими очень-очень часто. Это всё, это всё, о чём хотела бы я вам рассказать. Я надеюсь, вы нашли для себя что-нибудь интересное, новое, а главное — полезное. Посмотрите ещё вот эти два видео. Я надеюсь, они вам понравятся. Спасибо за просмотр и увидимся с вами на следующей неделе. Пока!